Выглядят очень стильно, нереально стильно. Каждый кулик свое болото хвалит. Джекпот с блэкджеком. Не гоже так, не гоже. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Мое почтение, друзья. Вы часто задаете мне вопросы на тему, какую кровлю выбрать, скатную либо плоскую. Преимущество плоской кровли перед скатной. Сказать вам сходу, так в комментарии в ютюбе это сложно, потому что нюансов очень много. Нет этой проблемы вообще. Экономический вопрос. Сколько затратит тот или иной проект? Местонахождение, опять же, климатические и геологические условия. Архитектурное решение, план здания, строительная геометрия, высота здания, ширина и так далее. Соседние здания, где находится здание, стесненность сооружений. Часто встречаются ошибки и в том варианте, и в другом. Например, где нужно было использовать плоскую кровлю, делают скатную, и там залеживается снег, течет крыша. И наоборот, используя экономию, делают плоскую кровлю, что неудачным решением является для общего строения. Но самый главный вопрос, это преимущество выбора одной кровли над другой. Плюсы, минусы, достоинства и недостатки. Ну что ж, давайте подробно рассмотрим эти вопросы на примере нескольких объектов. И цены тоже сравним. Поехали! Извечный спор. Толстая или тонкая? Круглая, либо квадратная? Какая кровля должна быть? Скатная, либо плоская? Я не стану говорить, какая хуже или лучше, как некоторые говорят. Например, есть такие. У плоской кровли вообще нет многих проблем априори. Процентное соотношение. Плоские кровли в частных домах от всего объема занимают 10%. Всего лишь на все. Это небольшой объем. Остальные скатные кровли. Какую кровлю выбрать? Это зависит от дизайна, конечно, от пожеланий. Хотите делать плоскую кровлю? Делайте. Но нужно знать вот что. Кровельного материала для плоских кровель существует несколько видов. Это может быть битумная наплавляемая, ПВХ-мембрана и пенополистирол. Как правило, основание из бетона. Сначала заливают бетон, армируют. Затем на бетоне делается устройство кровельного пирога. Это может быть облегченный пирог, без стяжки, со стяжкой или с отсыпкой балласта. В начале монтируется пароизоляция из битумно-полимерного материала, на которую сверху укладывается утеплитель со смещением между слоями. Специальным клиновидным материалом формируется разуклонка на сливные воронки. Формируются проходные элементы под веншахту и котловые трубы. Сверху раскатывается геотекстиль. Теперь монтируется гидролизационная мембрана по всей площади и на парапеты. Получаем тот самый кровельный пирог. Образовавшаяся чаша наполняется водой для проверки герметичности. Не гниет, не горит. Проста в монтаже и в эксплуатации. Просто джекпот с блэкджеком. Ну если вам нравится выйти с чашечкой кофе на плоскую кровлю, попить кофе, полюбоваться закатом раза четыре за сезон, а потом всю зиму махать лопатой. Ну это такое, ну, красота требует же. Плоская кровля имеет право на жизнь. Скатная кровля имеет некий уклон. Снег набирает критическую массу и сходит со скатной кровли сам, под собственным весом. Могут быть и холодные чердачные, бесчердачные, мансардные, там делятся разные. Многоскатная, вальмовые, но это уже разновидности скатных кровель. Скатная кровля имеет угол наклона, точка. У плоских кровель, кстати, тоже имеется разуклонка, но она очень минимальна, только по направлению к сливной воронке. Когда я путешествовал по северной и южной в Европе, я заметил вот что. В южной в Европе, ну, например, Греция, Испания, Турция, большей частью встречаются плоские кровли. В северных широтах, наоборот, преобладают скатные кровли. С чем же это связано? На юге, конечно, можно себе позволить, снег, если есть, то он очень редко и долго он не лежит. В основном дождевая вода. Ванна наполняется снегом, глыбом и льда. И тем более сейчас зимы стали частыми перепадами через ноль, то жара, то холод, и от этого только глыбы растут. Мы живем в северной стране. Суровый климат, правильно сделанную скатную кровлю практически не нужно обслуживать. Сделал и забыл. Например, вот мы на поселке стоим, видите? Двускатная кровля, вот, например, без карнизного свеса, вот односкатная кровля. А плоская кровля, надо понимать, что снег накапливается, как в ванне. До высоты поребриков его нужно, а, либо скидывать, либо обслуживать воронки, делать обогрев сливных воронок и так далее. Нужно быть к этому готовым. Скатную деревянную крышу может сделать любой Вася с соседнего подъезда, то здесь нужен исключительно грамотный расчет. Если любой Вася придет и сделает кровлю, по статистике, я говорю, у нас 70% наших работ, это переделки после каких-то Вася. И заказчику приходится платить за две кровли. Плоскую кровлю могут делать те же люди, что делают и фундамент, и стены. Это сокращает сроки строительства, и это улучшает качество строения. Кровлю должны делать специалисты не широкого профиля. Например, когда арматурщики берутся делать кровлю, ну, получится то же самое, как с Вася. Если у вас болит зуб, вы же не идете к окулисту. Он навряд ли вам поможет. У скатной кровли есть фронтон. Он некрасивый. Вот, например, вальмовая кровля. Где здесь фронтон? Или вот односкатная. Где фронтон? Скажу так, если человек называет себя специалистом, то хотя бы он должен разобраться немножко или разбираться в теме. Короче, еще можно много говорить про некрасивость фронтона, про сложность его отделки, но у плоской кровли нет этой проблемы вообще. Нет фронтона, нет проблемы. Фронтоны – это уробство дома. Ну, я, по крайней мере, не согласен. Фронтоны могут подчеркнуть весь архитектурный стиль. Преимущество плоской кровли перед скатной – это эстетика. Чувствуйте, как я расту. Вот скатная кровля, будущее, которое будет здесь. Здесь холодный чердак. Смотрите, огромное пространство, которое тоже можно использовать. Например, утеплить, сделать его жилым, обитаемым. Либо, например, чердак может послужить хорошим складом для каких-то вещей ненужных. Я не знаю, всегда можно найти применение. Фронтонская кровля, она хороша, по моему мнению. Особенно пользуется спросом какие-то административные здания, цеха, предприятия и так далее. Ну, также и частные домовладения. Но я считаю, что в наших широтах предпочтительная скатная кровля. Хотя плоские кровли. Концепция, общий проект я встречал очень красивые дома, продумывая бомбические. Но они требуют повышенного обслуживания и постоянной профилактики. Обогрева воронок, чистки снега и так далее. Срок гарантийный в нашей стране, он такой уменьшенный. Через лет 10 требуется диагностический ремонт такой кровли. У плоской кровли есть всего два слабых места. Два узла. Это на примыкании к парапету и на примыкании к воронке. Это места, где она может потечь. В качестве обслуживания и профилактики, и гарантийного ремонта скатная кровля значительно выигрывает у плоской. Ходить на этих открытых террасах, откуда с верхних крыш сваливается снег, по фасаду текут ручьи талой воды и так далее. Люди через пару лет поиграются в эту чашечку кофе и приходят к выводу, что они поставят ли нам какой-нибудь скатный навесик все-таки сверху. Север, Россия. Причем снег штука такая достаточно тяжелая. Куб снега весит 100 килограмм. Плоскую кровлю никогда не поздно сделать с нее скатную. Настроить простую двускатную, либо вальмовую кровлю четырехскатную. На этот парапет и вуаля. Еще у вас плюс чердак, либо мансарда, желаю вставить мансардные окна. Что касаемо стоимости сопоставить плоскую со скатной, я бы их приравнял почему? Потому что скатная кровля, она всегда больше будет по площади из своей формы. Скажем, вальма, двускатная плоская кровля по площади пятна застройки здания, по фундаменту. А скатная, она всегда по площади больше, плюс карнизы выходят за стены дома и так далее. Поэтому в таком соотношении они где-то приравнивают. Может быть по цене выбор не критичен, но в качестве обслуживания и профилактики, и гарантийного ремонта скатная кровля значительно выигрывает у плоской. В нашем климате, конечно, я говорю о России. Джекпот с блэкджеком. И не надо слушать псевдоспециалистов. Я вам скажу так, что как и ту, и другую, некомпетентные строители одинаково хорошо портят. А специалисты хорошо сделают любую свою работу. Выбор всегда за вами. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока. От души, друзья.